Всем привет! Меня зовут Павел Бойко, мне 30. Я живу на Кавказе и уже 13 лет знакомлю гостей с удивительными красотами и пейзажами региона. Работая гидом, я порой оказываюсь в уникальных местах, нетронутых человеком. Так и сегодня я приглашаю вас посетить царя-всея Кавказа, седоглавого Аксакала и гордого исполина Эльбруса. Дорога к Эльбрусу признана одной из самых живописнейших на Кавказе. Его главная кунацкая разместилась на территории северного приэльбрусья. Я нахожусь в урочище Джилысу, расположенном на территории национального парка при Эльбрусе, площадь которого 75,5 тысяч гектар. Отсюда начинается наш эко-маршрут, протяженность которого около 3 километров. Он имеет небольшой набор высоты в 250 метров и проходит по каменистым уступам и лавовым выходам Эльбруса. Название Джилысу переводится как «теплая вода». В этом урочище множество источников и толпы страждущих из года в год приезжают сюда за исцелением. Мы идем по тропе на поляну Эммануэля. Тропа оборудована вот такими турами, указателями, мостиками. И очень скоро мы заберемся на большую высоту. Спустя 40 минут мы вышли на поляну Эммануэля. Она названа в честь генерала черногорца на русской службе, который в 1829 году здесь стоял лагерем при восхождении на вершину Эльбруса. Об успешном восхождении упоминает и надпись, навечно запечатанная в застывших лавах, окамеляющих поляну. И сейчас здесь стоят своими лагерями не одна сотня горовосходителей, желающих забраться на высочайшую вершину Европы и России. Отправляясь на эко-маршрут, маленький лайфхак. Возьмите с собой лакомство для постоянных обитателей этих мест – сусликов. Рад был показать вам маленький уголок при Эльбрусе специально для лучших гид России – гид Павел Кавказ.